Важнейший праздник в литургическом календаре. Светлое Воскресение Христов встретили католики и протестанты. С верой, любовью и добром встретили светлый праздник Пасхи, верующие следующие ригерианскому календарю. Пасхи Со светлыми чувствами и с радостью, что сегодня Пасха. Христос воскрес! С Пасхи! С хорошими светлыми чувствами. Христос воскрес! После службы верующие торопятся домой, чтобы разделить пасхальную трапезу с родными и близкими. Празднование Воскресения Христов по традиции на этом не заканчивается. Впереди светлая неделя. С праздником верующих поздравил президент Беларуси Александр Лукашенко. В эти торжественные дни сердце каждого верующего раскрывается навстречу чудесной вести о Христовом Воскресении, благодаря которому в нас с новой силой пробуждается вера, любовь и надежда. Появляется стремление к созиданию и добрым делам. Этот душевный подъем дает нам силы помогать тем, кто нуждается в человеческом тепле, защите пищи и крови. Говорится в поздравлении. Президент пожелал, чтобы христианские добродетели в дальнейшем были духовным щитом белорусского народа и Беларуси, а радость пасхальных дней наполняла души, мудростью, единством и согласием. Свои поздравления со светлым праздником Пасхи Александр Лукашенко направил главе белорусских католиков Иосифу Станевскому. Ну а православные верующие сегодня отмечают вербное воскресенье или вход Господен в Иерусалим. С самого утра верующие устремляются в храмы, чтобы принять участие в богослужении, осветить вербы. Это одна из главных традиций. В скромном букете принято хранить на протяжении года рядом с иконами. Считается, что верба охраняет дом от пожаров и несчастья, а хозяев – от болезней. Но все же главное предназначение – напоминание о торжественной встрече Христа в Иерусалиме. И что личная встреча хозяев дома со спасителем является желанной. Погода сегодня хорошая, праздник тоже такой светлый. Очень рады, что попали, вот Анечку осветили водичкой. Тебе нравится? Да. Такое сегодня солнышко, что соответствует сегодняшнему празднику. Это ежегодная традиция. Поход в храм – это как душа, свет. Пальма и воскресенье является одним из преддверий воскресения Господня. И как все верующие мы приходим в храм для того, чтобы, ну не знаю, стать просто светлее, добрее. Приходим с чистыми чувствами, всегда ходим. Вот и ребенка с собой водим, освящаем. Первое воскресенье открывает страстную неделю. Самый строгий период Великого Поста, который завершается Пасхой. Главную тему уходящих 7 дней проанализируют корреспонденты СТВ. Сегодня в вечернем эфире смотрите итоговую программу неделю с Ольгой Коршун. Высочайшая степень доверия, что Лукашенко и Путин делали на космодроме Восточный и почему гостям из Беларуси там будут рады и дальше. Действительно новая высота в отношениях двух стран. А то, что вы предлагаете нам включиться в стройку, в эту гигантскую стройку, это самый высокий уровень доверия. Что наши готовы предложить на звездной стройке и что впечатлило белорусского лидера на острове Русский. Репортаж Алена Сырова из берегов Амурского залива. Куда приводит историческая деменция Старого Света? Нельзя же сравнивать Гитлера со Сталина. Гитлер – это такой сорванец. Сталин – убийца и маньяк. И чем опасна демократическая лицемерия? В Латвии сейчас свобода слова. Я думаю, что осталась лишь в сотой статье Конституции этой страны. Расскажем, почему европейским экспертам приходится прятаться от собственных властей и где заканчивается западное сострадание к украинским беженцам. Как изменится цена на офисную бумагу? Как будут спасать отстающих? И какие страны заинтересованы в нашей продукции? Об этом поговорили с гостем программы. В нашей студии – председатель Беллес Бумпрома Михаил Каськов. Мы имеем колоссальное преимущество в том, что у нас свой собственный лес. У нас своя относительно дешевая энергетика, у нас своя целлюлоза. Наши корреспонденты подготовили эти и другие материалы. На чьи раны мы можем посыпать соли? Вот эта партия прямо сейчас отправится в Европу. И этим направлением география поставок не заканчивается. Основной партнер на Востоке. О том, что делает белорусскую экономику вкуснее – в репортаже Константина Герцева. От семечка до величественного бора. Как возрождают, сохраняют и оберегают уникальное богатство страны. Причем здесь детский сад и школьное отделение. Изучили на неделе. Вот такая уникальная корзина. В ней главные атрибуты пасхального стола. О том, как центральная католическая святыня нашей страны готовилась к главному празднику верующих – Репортаж Александра Качан из Буцлова. Меня зовут Ольга Коршун. Увидимся в прямом эфире программы «Неделя» уже сегодня. Повысить качество оказания услуг в небольших районных центрах и сельской местности – одна из основных задач энергетического комплекса страны. Только в Брестской области в этом году планируют строительство подводящих газопроводов к 15 населенным пунктам. Параллельно идет работа по созданию профильных сервисных центров. Один из них открыли в Кобринском районе. В этих центрах применены новые современные подходы и технологии по автоматизации цифровизации. И самое главное, что здесь именно реализовывается принцип одного окна, где граждане, заявители, абоненты могут прийти и получить весь спектр услуг. Начиная от получения консультации по проектированию строительства сетей газоснабжения по дальнейшему строительству и эксплуатации газового оборудования и оплаты за потребляемые услуги газоснабжения. В стране насчитывается около 3 миллионов абонентов, но это не предел. На 700 пользователей голубого топлива стало больше. В Агроградке Радостово, Драгичинского района состоялся пуск природного газа. Подводящий газопровод протяженностью 20 сетей километров построили по госпрограмме. Все в Брестской области за 5 лет газофицировали 81 населенный пункт. Феерия юбилея. Мероприятие под таким названием свое 90-летие сегодня отмечает Центральный ботанический сад. Уникальный природный объект входит в число крупнейших в Европе как по площади, так и по составу коллекции растений. Их насчитывается более 15 тысяч. Уселяеме нескольких поколений сотрудников сад стал одним из самых любимых мест отдыха у минчан. Сюда приходят целыми семьями и экскурсионными группами. В ботаническом можно насладиться природным разнообразием, в том числе экзотических растений. Здесь есть экспозиционная оранжерея тропических видов, а также оранжерея цитрусовых, где представлено около 100 сортов. Коллектив и ветеранов Центрального ботанического сада с 90-летием со дня образования поздравил президент. Центральный ботанический сад – это настоящий бренд, национальное достояние страны. Благодаря сохранению традиции, профессионализму и неустанному труду многих поколений сотрудников ботанического сада, граждане круглый год любуются и восхищаются великолепными коллекциями разнообразных растений, подчеркнул президент. Пусть впредь на территории этого живописного зеленого оазиса, столицы, в будни и в праздники отдыхают не только жители, но и многочисленные гости Минска. А прекрасные фотографии цветущих тюльпанов, пионов, сиреней и даже экзотической сакуры остаются визитной карточкой белорусской весны. И напоследок материал с акцентом на истории. На линии Сталина показали реконструкцию Ржевско-Вяземской операции 1942 года. Такие события здесь всегда собирают большое количество зрителей. А на этот раз у публики был особый интерес. В рамках военной реконструкции состоялись показательные заезды легендарных машин Т-44 и Т-50, восстановленных в мастерских историко-культурного комплекса. Как это было, смотрите в следующем видео. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Мы попытались характер боев Ржевско-Вяземской операции показать, где умело действовали Красная Армия в взаимодействии с бронетехникой и, в принципе, окружила небольшую группировку врага, и часть немцев ушло. А потом у нас уже были заезды двух танков. Т-44, который за мной стоит, и Т-50, который в последний заезд участвовал. Т-44-ка, она находилась на полигоне в разукомплектованном состоянии, и мы ее восстановили. Т-50 мы делали с нуля, ходовую мы использовали БМД-1, а все остальное было сделано по чертежам.